Всем привет! Ну что ж, на моем канале продолжается парад бюджетной косметики. Да-да, не удивляйтесь! И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о новой летней коллекции от Essence. У меня здесь и палетки теней, и палетка для лица, фиксирующий спрей, тональный крем. Короче говоря, очень много новинок. И как всегда, я их демонстрирую у себя на лице. То есть тот макияж, который вы видите на мне, мы сейчас с вами будем делать более в таком приближенном формате. Поэтому предлагаю не затягивать и сразу к этому и переходить. И начнем мы с вами, как обычно, с макияжа глаз. Но перед тем, как мы перейдем к теням, я хочу использовать новинку от Essence. Это линейка You Better Work. И вообще вот эта линейка, у меня здесь, кстати, несколько продуктов. Она вроде бы как нацелена на то, что это все очень стойкое, водостойкое, подходит для спортзала. Но вот эта штука напомнила мне так годик 2015, когда все с ума сходили по праймерам под тени. И самым популярным тогда был Urban Decay, о котором все просто мечтали. Но тем не менее, я считаю, что до сих пор это актуальный продукт для тех, у кого жирная кожа век. Потому что иначе ваши тени просто не продержатся нормально. Вот этот праймер имеет как бы, как бы телесный оттенок. Но на самом деле, когда вы начинаете его растушевывать, он становится прозрачным на веки. Для меня этого сейчас недостаточно. Потому что самая моя главная проблема, это не в том, что тени не держатся. У меня очень ярко выраженная здесь сосудистая сеточка. Из-за чего любой макияж будет выглядеть грязно. Если это не перекрыть какой-то базой. Потом сверху перекроет еще консилером все. Кстати, знаете, что заметила? Консилер на эту базу припечатывается очень круто. Вот он как будто липнет сильнее к коже. Самый ли это лучший праймер из тех, которые я использовала? Ну, наверное, нет. Из бюджетных праймеров я, кстати, очень сильно советую вам заценить. Праймер от Bourjois, 24 часа стойкости который. А если вы хотите побаловать себя люксом, то это однозначно NARS Smudge Proof Eyeshadow Base. Вот лучше этого праймера для жирных век вы точно не найдете. А теперь, внимание, викторина. Перед вами две палетки Essence. Одна из них называется GD Sydney. Вторая Hello New York. Первая палетка преимущественно теплая. Здесь, в принципе, практически все оттенки теплые, за исключением вот этих двух синих-голубых, которые здесь вот так вот невзначай затесались. И вторая палетка настолько холодная, что просто пробирает до дрожи. На нее смотришь и реально понимаешь. Зима близко. Ледяной ветер дует с севера. Солнце прячется на долгие годы. А дети рождаются и умирают во тьме. Внимание, вопрос. Зная меня, как вы думаете, какая палетка мне больше понравилась? Вот я даже не поленюсь, и сейчас вот здесь под буквочкой А сделаю опрос. Вот проголосуйте. Как вы думаете, какая палетка мне больше понравилась? Я вот даже вам секундочку дам. Вот нажимайте сейчас вот сюда под буквочку А. Нажали. Проголосовали. Ну тогда, внимание, правильный ответ. К моему огромному удивлению, мне гораздо больше понравилась вот эта холодная палетка, я вообще не ожидала, что мне понравится макияж делать с такой палеткой, но я делала макияж для IGTV, просто любовь, хотя на самом деле здесь всего-то навсего два матовых оттенка, это вот эти вот, но в тушевке мне помогли и вот этот баклажанный оттенок, и вот этот вот такой темно-серый оттенок, вот этот синий восхитительно. Просто выглядит, и кстати в видео о Faberlic, вот это тоже было у меня на нижнем веке, здесь тоже очень красивый вот этот вот дуахром, который переливает таким лиловым голубым оттенком, очень красивый, вот этот тоже восхитительно просто светится, как бы сияет. Очевидно, что это палетка, ну скажем так, не разнообразных образов, то есть это исключительно для макияжа по типу того, который я вам показывала вот на превьюшке. Если вы ищете идеальную палетку для такого типа макияжа, то все, не ищите, вот вы ее нашли. И я вам очень советую пойти ко мне в инстаграм и посмотреть IGTV с этой палеткой, потому что действительно очень красиво. Я сегодня буду делать макияж с вот этой палеткой, потому что ее я нигде не демонстрировала, я ее просто тестировала за кадром и хочу вам показать ее сегодня в действии. А вот эту в действии можно посмотреть будет именно там. Качество здесь неплохое, действительно. Я бы сказала, возможно, чуть-чуть хуже, чем Colourpop эти тени, но в то же время они и чуть-чуть дешевле стоят. Поэтому как бы все полностью оправдано, дизайн потрясающий просто на мой взгляд. Изначально я гораздо большую ставку ставила, естественно, на вот эту палетку. И мне показалось, что с ее помощью тушевку можно сделать получше, потому что здесь три матовых оттенка и в принципе вот как раз такие нужные оттенки. То есть совсем светлый, такой растушевочный, транзитный и уже темный. И прям если совсем скучно будет от теплого макияжа, можно немного поиграть с этими голубыми. Но по факту, честно вам признаюсь, вот палетка вот эта гораздо более скучная, чем вот эта голубая. Но тем не менее, если вам нужна скучная бюджетная палетка, то вот, наверное, лучше обратите внимание на вот эту. И начну я с вот этого вот оттенка и буду наносить его по классической форме в складку века. Как видите, пигментация очень достойная у этих теней. И вот с ними по большому счету вот у меня не возникло каких-то проблем в плане тушевки или в плане того, как они ложатся, как они держатся, как они сочетаются между собой. Вот в принципе все в этой палетке очень достойно. Теперь я возьму самый темный оттенок в палетке. И вы сейчас увидите, что это затемнение не будет просто сумасшедшим. То есть вот сейчас я так поставила точечку и кажется, ого, сразу такое пятнышко. Но тем не менее, они хорошо растушевываются, эти тени. И я сейчас смогу это растушевать до такого состояния, чтобы просто у меня предыдущий оттенок стал темнее. Теперь во внешний уголок я хочу нанести вот этот вот оттенок и сделать своеобразный переход между матовыми оттенками и уже как бы в металлические оттенки. И этот оттенок на кисти я буду сбрызгивать фиксирующим спреем от Essence. О нем мы поговорим немножко позже. А во внутренний уголок по той же схеме я нанесу вот этот оттенок. Он такой как телесный сатиновый. И теперь снова с помощью растушевочной кисти немножко подправлю внешний уголок самым темным оттенком. Так, верхнее веко я хочу пока оставить в покое и сделать стрелочку, потому что у меня есть новая подводка тоже от Essence, которая называется The Deep Eyeliner. На самом деле я уже очень давно не встречала вот такой вот классический формат, когда вот такая вот маленькая бутылочка и микроскопическая просто кисточка для нанесения этой подводки. Мне настолько неудобно вот этим наноэлементом наносить стрелки. Сама подводка неплохая. Те подводки, которые мне нравятся, они приблизительно в три раза дороже, чем вот эта. И если при покупке вы руководствуетесь именно ценой, что нужна действительно очень дешевая подводка, но которая при этом будет выглядеть нормально, то вот эта может стать этим вариантом. Единственное, что вы здесь приносите в жертву, это скорее удобство нанесения. И как видите, здесь намек, почему здесь такая растяжка оттенков, то есть это голубой океан, плюс вот эти вот красивенные восходы и закаты и бац, вот вам собственно палетка. Здесь в этой палетке нет каких-то таких ярких оттенков, поэтому я буду выкручиваться с помощью вот этих вот трех оттенков на нижнем веке. И сейчас я хочу перейти к ресницам, потому что у меня есть новая тушь от Essence, опять-таки из всей этой спортзальной линейки. Вообще в описании к этой туши указано, что она может выдержать все, любые нагрузки, любые тренировки, она водостойкая. Щеточка у нее тоже вполне адекватная. В принципе, на мой взгляд, неплохо, но не мой фаворит. Я сейчас с огромным удовольствием продолжаю пользоваться тушей от Catrice, которая из линейки Glam and Doll. Вот эта мне нравится больше. Проблема этой туши конкретно, как мне кажется, не в формуле, не в щеточке, а в ограничителе. Потому что, когда достаешь щеточку, на ней очень много туши и нужно вот так вот счищать, иначе можно заляпать абсолютно все. И плюс она будет ложиться комками, то есть некрасиво будет выглядеть. Ну вот, видите, если сравнить оба глаза, естественно, эта сторона лучше. Макияж глаз я закончила, и в игру вступает тональная основа. У меня все та же спортивная линейка You Better Work. Называется этот тональный Tinted Day Cream. Оттенок у меня самый светлый, десятый Light. И здесь, знаете, самое главное, что мне хочется сказать, что когда-то сказал Джефф Рестар, я не знала, что у нас на планете существуют оранжевые люди. You Better Work. Вот, да, самый главный косяк этой тональной основы в том, что она очень оранжевая. Вот, посмотрите, это самый светлый оттенок. Ну и, как видите, консистенция очень жидкая. В принципе, я этого и ожидала от тональной основы, которая будет называться Tinted Day Cream. То есть это тонирующий дневной крем. Естественно, мы не ждем здесь ни супер покрытия, ничего такого. Вот, когда начинаешь ее растушевывать, из-за того, что это покрытие не плотное, естественно, такого прям супер оранжевого оттенка не получается. Вот есть все равно вот этот вот намек на оранжевинку, который меня лично не очень устраивает в макияже. И я уже молчу насчет того, как это подойдет для тех, у кого холодный тип внешности. Еще одно несоответствие, которое я здесь встретила с описанием из пиар-рассылки, в том, что это матовый тонирующий крем. Вот, я не вижу, чтобы мое лицо сейчас становилось матовым. Наоборот, мне кажется, что финиш такой достаточно сильно сияющий. И я вот сейчас специально подождала несколько минут и ничего не стала наносить на шею, для того, чтобы продемонстрировать сейчас разницу в оттенке. Лицо у меня сейчас выглядит гораздо более оранжевым, чем шея. Поэтому я сейчас обязательно буду наносить его и на шею. И вот, да, на мой взгляд, вот это, это, наверное, самый провальный продукт из всех летних новинок Essence. Вот, не понравилось абсолютно. Что за отстой? В летней коллекции Essence также представили дополнение линейки Insta, а именно они выпустили два новых жидких хайлайтера. Очень многие вот эти хайлайтеры, кстати, любят. И вообще они говорят о том, что это намеренно деликатный хайлайтер, для того, чтобы его смешивать с тональным кремом и получать более сияющий эффект. И в то же время его можно использовать самостоятельно и получить такое очень деликатное освещение. И здесь, вы знаете, можно просто облиться этим хайлайтером, но вы все равно не переборщите. Также это неплохой вариант, если вы хотите на теле какое-то легкое освещение создать, но не ожидайте, знаете, что вы затмите всех из космоса. Кремом вот увлажняющим воспользовались, и у вас такая как более увлажненная кожа просто появилась на этом месте. Но вы же знаете, что мне, естественно, этого недостаточно. И я хочу представить вашему вниманию продукт, который побеждает в категории «Самая дурацкая упаковка года». И это палетка от Essence, которая называется «Hay Cheeks». Вот кому удобно будет вот этим вот пользоваться или смотреть вот в это вот зеркальце. Но, кстати, что касается самой палетки, то она мне понравилась. Здесь очень классные оттенки, как бронзеров, так и румян. И есть даже здесь один оттенок хайлайтера. Единственное, что меня очень сильно напрягает в этой палетке, это то, что каждый раз с ней макияж проходит под лозунгом «Впихни невпихуемое». Я имею в виду, что обычно бронзер я наношу кистями побольше, такими более пушистенькими. И вот засунуть сюда кисть и набрать исключительно вот этот оттенок и не зацепить румяна практически нереально. То есть вы в любом случае зацепите либо румяна сверху, либо шиммерный бронзер снизу. Сами определяйте, какое из двух зол меньшее. Вам не кажется, что я все больше и больше начинаю сливаться со своей кофточкой? Я обещаю, сейчас будет красиво. И я вас еще шокирую сейчас тем, что я буду использовать румяна. И я буду использовать вот этот оттенок. Обожаю просто его. Вот действительно, вот по поводу этого оттенка я могу именно так высказаться. Хотя румяна обычно я просто ненавижу. Но вот этот оттенок, он безумно красиво выглядит, особенно в сочетании с этими же бронзерами и хайлайтером. Ну и естественно вы угадали. Завершу я это все хайлайтером из этой палетки. Вот хайлайтер здесь точно один из тех, которые, знаете, нужно сначала вот так вот втушевать в кожу, а потом еще сверху пройтись спонжем. Для того, чтобы все это слилось с текстурой кожи, нужно так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик и красота. И последнее, что мне осталось сделать, это воспользоваться фиксирующим спреем от Essence. Опять-таки из этой спортивной линейки You Better Work. Называется он просто Fixing Spray. Вообще, на мой взгляд, это один из лучших бюджетных фиксирующих спреев. Да, вы меня услышали правильно. Здесь все хорошо, начиная от распылителя, потому что он распыляет именно, вот видите, как облачко такое. То есть он не плюет в лицо, а очень приятный мист такой создает по лицу. Он создает такого рода еле ощутимую пленку на лице, которая действительно может вас очень хорошо выручить, особенно если за окном жарко. Ну и, естественно, фиксирующий спрей, это лучший друг тех, у кого сухая кожа. Единственное, следите за тем, чтобы в составе не было денатурированного спирта, иначе делайте только хуже. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, не забудьте поставить ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их не смотрели, конечно же, посмотрите и продолжите со мной общение. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok